Так, всем привет, мои хорошие! В этом видео я хотела бы показать и рассказать вам о своем последнем заказе из компании Faberlic. Покажу я в этом заказе только декоративную косметику, был очень-очень большой заказ. Собирала я его, наверное, три каталога. И вот сейчас все вместе решила с вами поделиться и решила вам показать. Очень много помад будет, очень много теней будет новых из новых коллекций. Поэтому, кому интересно, оставайтесь и продолжайте смотреть. Итак, начнем, наверное, из помад. Я думаю, все слышали уже о том, что в Faberlic вышли три или четыре новые серии помад. Поэтому у нас долгое время несколько каталогов не было в наличии тех оттенков, которые я хотела. И, к счастью, я дождалась их. И вот они появились в каталогах. Я решила заказать и хочу с вами поделиться и показать, какие же оттенки и какие помады. Я себе заказала. Помад было очень много. Семь штук. Покажу, наверное, сначала с прозрачными колпачками. Все артикулы и все оттенки, номера оттенков я оставлю внизу под видео. Поэтому, кому интересно, заходите на сайт Faberlic и подбирайте, смотрите себе оттеночки. Так, буду сейчас называть оттенок и делать сводч на руке. Первый оттенок 41054. Сразу хочу сказать, что все помады, абсолютно все помады очень пигментированы, очень увлажняющие. Хорошо наносятся, яркий цвет дают. И, в принципе, я довольна. Некоторые я буду отмечать, какие из них более жирноватые такие кремовые. Они даже тают, если не положить их в прохладное место. Поэтому я буду рассказывать и показывать, какая текстура именно у этой помады. Итак, первая помада 41054. Это вот такой вот бледный, красивый, холодный оттенок. Эта помадка не очень пигментирована. То есть, по сравнению с остальными, нужно потрудиться, чтобы добиться того оттенка, который есть в тюбике. Но помада очень увлажняющая, очень кремовая, жирная такая вот, без блесток, без шиммера. Она такая вот, влажный эффект дает. И, в принципе, я довольна, мне нравится, поэтому с удовольствием пользуюсь. На лето и сейчас, тем более, мне холодные оттенки такие подходят. Следующий оттенок 41052. Это уже вот такой вот, тоже холодный, такой вот, не знаю, какой-то бордово-ягодный, да, наверное. Эта помада уже на много пигментированнее. То есть, здесь буквально трех мазков хватает для того, чтобы цвет передался полностью на губы. Очень жирная, очень пигментированная, хорошо увлажняет. Использую. Следующая помада, это 4614. Это уже другая, по-моему, серия. Тоже очень похожа на первую помаду, бледно-бледно-розовая такая. Но она очень-очень жирная. То есть, она прям тает, она кремовая. Такая вот, по консистенции отличается от предыдущих двух. Она более жирноватая, более кремовая такая, вот, увлажняющая. Тоже дает влажный эффект. Все помады абсолютно без шиммера и без блесток. Поэтому я не люблю такой эффект. Поэтому все помады или матовые, или такие вот кремовые. Следующая помада, 41056. Очень часто спрашивали, чем я крашу губы в своих макияжах, в видео про макияжи. Это мой любимый цвет. Я его ношу чаще всего. Это холодный, такой вот нюдовый. Можно увидеть серо-серо-розовый оттенок. Холодный очень. Очень красиво смотрится. Тоже по диктуре хорошо. Вот эта вот, кстати, помада дольше всего держится на губах. Она не скатывается, не съедается. И очень приятная на губах. Не скатывается в белую полоску ни одна из этих помад. Следующая помада, 41055. Тоже моя любимица. Тоже люблю такой вот нюдовый холодный оттеночек. Так, покажу сейчас. Тоже очень жирная. Она прям пигментирована-пигментирована. То есть, двух движений хватит для того, чтобы прокрасить и передать весь цвет из тюбика на губы. Очень мне нравится. Тоже хорошая по консистенции. Хорошая в носке. Очень пигментированная, очень жирненькая и хорошо носится. Следующие две помадки уже в таких вот закрытых колпачках. Моя любимая, которую тоже очень расхваливали и часто спрашивали, что за помада у меня была в одном из предыдущих видео. Это вот такой вот красивый бордово-сиреневый оттенок. Тоже холодный. Такой вот очень мне нравится. Я просто безумно люблю его. Тоже очень пигментирован. Вот он. Смотрите, какая красота. Безумно пигментированная помада. Очень кремовая. Хорошо носится, передаётся на губы. Единственное, что она достаточно жирноватая, поэтому может подтаивать на солнышке. Нужно обязательно промокнуть салфеточкой излишки помады. Вот можно видеть, какой кремовый влажный эффект даёт эта помада. И последняя помадка 4598. Тоже очень красивый оттенок. Можно видеть, что у меня все помады почти с холодным оттенком. Я стараюсь не заказывать тёплые. Оттеночки, потому что я не ношу их. Вот такая вот красивая помада. Тоже такая вот пыльная роза, да, кажется. Последняя помадка. Тоже очень жирненькая. Вот эти вот, кстати, две помады очень похожи по консистенции. В принципе, они, по-моему, из одной серии. Такие вот. Мне очень нравятся холодные оттеночки. И хорошо носятся. Безумно довольна этими помадами. Итак, с помадами всё. Давайте перейдём, наверное, к тональным основам. Две тональные основы я себе заказала. Это уже не новинка Airtone SPF 20. Я заказала себе, потому что мне сейчас нужна защита от солнца. Более-менее такая вот. И тут SPF 20. И он такой лёгкий. Вот. Самый светлый оттенок заказывала. Очень такой вот увлажняющий. Такое ощущение, как будто обычный вот жирный такой вот тональный крем. Смешали с водичкой. И он вот просто как водичка разносится. Очень приятный к лицу. Хороший оттеночек. Такое лёгкое-лёгкое покрытие даёт. Так как я сейчас особо не пользуюсь тональными основами, для меня самое то. Поэтому с удовольствием пользуюсь. У меня, по-моему, 2 или 3 тюбика прошлым летом уже закончилось. И заказала попробовать себе вот такую вот новиночку. CC-крем SPF 15. Увлажняющий корректирующий тональный крем. Но, девочки, я не знаю, для кого Фаберлик делает все тональные основы. Это просто, не знаю, какой-то мулацкий цвет. Он очень-очень тёмный. Очень прям в ржану отдаёт. Вот, смотрите. Ну, для меня, наверное, так как я этим летом, наверное, даже так не загорю, чтобы носить этот CC-крем. По консистенции мне очень понравился. Он плотный. И, скорее всего, если всё-таки немножко загорю, осенью буду носить. Потому что он очень плотный. Такой вот достаточно жирный. И на лето он немножко тяжеловат. Поэтому пока пользоваться не буду. Вообще, по консистенции понравилось. Я его, если честно, даже не пробовала на лице. Потому что оттенок абсолютно не мой. Следующая. Вот такая вот штучка. Это сыворотка для ресниц. Пользуюсь уже 2 недели. Написано плюс 40% к вашему росту ресниц, как я поняла. Единственное, что я заметила после 2 недель использования этой сыворотки, это то, что реснички стали немножко толще. То есть, они были такие вот тоненькие. Когда их прокрашивали ресничками, они были такие вот едва-едва заметные. Нужно было 2-3 слоя для того, чтобы хорошо прокрасить ресницы. А с этой сывороткой после 2 недель использования реснички стали не длиннее, но толще однозначно. Поэтому пока что пользуюсь. Наношу утром, когда умываюсь. И вечером перед сном тоже после того, как умоюсь. Поэтому такая вот штучка. Не знаю, пока что результаты не особо видно. Расскажу потом попозже. И как же я обрадовалась новиночке. Тоже 3 в 1. Это новая тушь. Очень похожа на старую. То есть, у них 4 новых туши из этой серии вышло. Вот это вот последняя. Я на свой страх и риск. Там, по-моему, кисточки в каталоге не было. Так как в предыдущих 3 тушах из этой серии были обычные ворсистые кисточки. Я ненавижу ворсистые кисточки. Они не делают с моими ресницами абсолютно ничего. Поэтому я на страх и риск заказала новую тушь из этой серии. Артикул у неё 52-56. 3 в 1 написано Extreme. Я, когда открыла, я прям вообще обрадовалась до невозможности. Здесь у неё красивая, такая вот удобная, очень клёвая, как я люблю. Очень похожа на кисточку из туши Benefit The Real. Вот это вот очень похоже. Единственное, что в Benefit там немножко такой вот ворсинки, да, силиконовые есть на кончике. А у этой обычная силиконовая кисточка. Хорошо прокрашивает. Мне понравилось, что она достаточно жидкая, поэтому надолго хватит. Я люблю, когда туши ещё такие вот жиденькие, то есть свеженькие. Поэтому с удовольствием пользуюсь, каждый день использую. Мне очень нравятся. И мои реснички, в принципе, делают то, что я хочу видеть на своих ресничках. И последние три продукта. Это будут тени. Тени из новой серии. Ну, уже как новая? У меня уже несколько каталогов есть. Я решила попробовать заказать, потому что несколько отзывов девочек смотрела. Такие вот тенюшки из вот этой вот серии, да, тут троечка, а тут двоечка. Давайте начнём с двоечки. Заказала сиреневую палетку, такая вот серая. Я планировала вот этим вот цветом растушёвку делать на складке века. Двухцветные тени для век. Пленительный дуэт. Артикул 40... Артикул 54-28. Что хочу сказать? Тенями абсолютно недовольна. Они не пигментированы. То есть это я вот расколупала их, уже, наверное, провела по ним. Вот, на руку передаются очень-очень-очень слабенько. То есть тушуются в грязь. В общем, мне вообще не понравились. Что не могу сказать о вот этих вот тенях. Вроде бы серия одна и та же, да, но тут тройка. Специально заказала синие оттенки для того, чтобы делать стрелочку. Заказывала из-за верхнего оттенка, вот этого самого тёмного синего. Он такой красивый, какой-то такой необычный, да, оттеночек. Эти тени уже больше пигментированы. И синий оттенок очень красивый. Если влажной кисточкой или на свеженанесённый карандаш стрелочку, да, нанести вот этот вот синий оттенок, очень красивая стрелка получается, такая вот, вот такие вот оттенки. Эти тени мне понравились намного больше. Красивые перламутровые или даже шиммерные оттеночки, вот эти вот посветлее. Вот видно, я перенесла на руку и осталась ещё на пальчиках. Поэтому на базу будет очень хорошо смотреться. Использую вот этот вот синий оттенок как стрелочку, поэтому тенями довольна. В принципе, растушевывается тоже неплохо. Единственное, что нужно наносить базовый оттенок, на базу ложится пятном и не растушевывается. Если свежая база липкая, то есть сразу схватывается и растушевать очень тяжело. И тени, которыми я безумно довольна, у меня есть уже такая палетка в сиреневых оттенках. Это вот такие вот тени. Это тени для век, игра цвета, артикул 5241. Такие вот тенюшки, здесь 4 цвета. Очень красивые тени. Можно увидеть серый, я безумно довольна серым оттенком и центральным оттенком. Пигментация потрясающая, растушевка потрясающая. Тени просто мягчайшие текстуры. Очень мне нравятся, особенно вот этот вот цвет, который на мизинчике, он идёт в центре. Посмотрите, как они переливаются. Очень похоже на, по текстуре на вот эти вот тенюшки запечённые, которые самые популярные у них. Очень клёвые тени. Безумная пигментация. Хорошо передаются. Очень. Вот, смотрите, как оно передаётся. Вот эти вот 4 оттеночка. Очень классные. Ещё и на пальчиках остались. Хорошо тушуются, хорошо держатся, не забиваются в складочку. Поэтому безумно довольна. Тоже брала из-за синего оттеночка. Вот этого. Для того, чтобы делать подводку. Но я увидела вот этот вот оттеночек. И мне очень понравилось наносить его в складку века. То есть делать уголочек. Очень красивые тени. Всем могу порекомендовать. Стоит, по-моему, около 60 гривен за 4 цвета. Очень мне нравится. Довольно на 100%. Вот, в принципе, такой вот заказ у меня был. Это я вам показала только декоративную косметику. Ещё очень много новинок гелей для душа. И очень много новинок шампуня для волос. Вышли новые серии. Поэтому в следующем видео расскажу вам об средствах по уходу за волосами. И по уходу за телом. Поэтому, надеюсь, вам было интересно. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем огромное спасибо за внимание. Всех очень сильно люблю. И всем пока-пока.